Переделкино. Здесь создавались великие книги. Здесь закончилась эпоха романтиков 20 века. Эта история еще не написана. Но в ней есть трагические судьбы, любовь и радость творчества. Продолжение образовательного проекта «Плоды просвещения». Документальный сериал «Литературная переделкина». Только на телеканале «Культура». Откуда пошел Достоевский? Из каких глубин национальной жизни он явился миру? Борис Плотников и Александр Филипенко в авторской программе Игоря Волгина «Жизнь и смерть Достоевского». Премьера на телеканале «Культура». Скажите, отец святой, разве можно такому человеку бесчестить землю? А черт есть и черта нет. Черт возьми! Что бы я сделал с тем, кто первый выдумал Бога? На телеканале «Культура» экранизация романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». А вот с тем и оставайтесь на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет. Как вы меня учили, Бога нет и все дозволено. В крови отца моего! Я не виновен! Как у вас тут все глупо! Фильм Ивана Пыльева Ты просто тщеславен. Не знаю, что ты вбил себе в голову, но идеальной лошади не существует. Ты бредишь бессмертием, а моей лошади закончат свое существование в желудках тех. У нее в крови. Словом, эта шведская девчонка – лучший пример для всех детей. Телесериал «Пеппи. Длинный чулок» на канале «Культура». Пошли вместе. Телеканал «Культура» приглашает юных музыкантов до 14 лет принять участие в пятом международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Конкурс проводится по четырем специальностям. Фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. Подробности на нашем сайте и по телефону 780-56-61. Срок подачи заявок до 15 августа 2004 года. Конкурс «Щелкунчик» – ступень к вершинам славы. Переделкино. Здесь создавались великие книги. Здесь закончилась эпоха романтиков 20 века. Эта история еще не написана. Но в ней есть трагические судьбы. В регионе Кавказские минеральные воды пройдут дожди, температура плюс 18 градусов. В Сочи местами дождь, после полудня – 17 градусов тепла. В Мурманске плюс 3 без осадков. В Калининграде переменная облачность и 13 тепла. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем плюс 10. В Москве тоже без осадков плюс 9 градусов. Афиша на телеканале «Культура» 14 мая. Самые интересные спектакли, выставки и концерты. Академический театр имени Моссовета в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» представляет премьеру спектакля «Чайка». Пьеса Антона Павловича Чехова в постановке Андрея Кончаловского. В главных ролях Ирина Розанова, Алексей Гришин, Анатолий Адоскин, Юлия Высоцкая, Ольга Анохина, Евгения Стеблов, Алексей Серебряков. А в театре «Современник» – «Бесы». Премьерный спектакль по роману Федора Михайловича Достоевского в постановке польского режиссера Анжи Вайде. В главных ролях Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Игорь Кваша, Ольга Дроздова, Елена Корикова. Премьеру представляет «Мхат» имени Горького, «Халам Бунду» или «Заложники любви». Спектакль по комедии Юрия Полякова в постановке Сергея Кутасова и в исполнении ведущих актеров театра. А «Ля театр» Вадима Дубровицкого на сцене Центрального дома культуры «Железнодорожников» тоже показывает премьеру. Спектакль «Свободная любовь». Спектакль по комедии Леопольда Герше в постановке Андрея Житинкина. В главных ролях Ирина Купченко, Дмитрий Дюжев, Дарья Фекленко, Александр Семчев. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина новая экспозиция. «Вавилонская башня. Земля. Небо». Образ горы, башни, лестницы и его символика в европейской живописи от Средневековья до наших дней. Премьеру представляет театральное агентство «Бал Аст» на сцене Академического театра имени Вахтангова «Дама с камелиями». Спектакль по мотивам романа Александра Дюма-сына и оперы Джузеппе Верди-Травиата. Режиссер-постановщик Николай Скорик. Хореограф Альберт Альберт. В главных ролях Ирина Пиксимова, Дмитрий Жойдик, Сергей Виноградов, Сергей Векслер. Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камборовой представляет спектакль «Постскриптум. Грёзы». Музыкальная фантазия по песням Роберта Шумана и Франца Шуберта в изысканной постановке Ивана Поповски. В театральной галерее на Малой Ордынке, филиале театрального музея имени Бахрушина, персональная выставка Льва Прыгунова. Ещё одна грань таланта замечательного российского киноактера – живопись. Мировосприятие и мироощущение в натюрмортах и пейзажах. В Академическом театре кукол имени Сергея Бразцова – «Тиль». Музыкальный спектакль по пьесе Григория Горина. Режиссёр-постановщик и исполнитель главной роли Андрей Денников. А в театре музыки и драмы Стаса Намина – «Волосы». Русская версия знаменитого рок-мюзикла «Магдар Мотта». Режиссёр-постановщик и хореограф Бок Роэлл. В галерее вам новая экспозиция – «Мозаика». Мозаичные фрески и иконы – продолжение древних традиций византийского религиозного искусства в удивительных работах современного российского художника Александра Давыдовича Корнаухова. В театре-студии «Человек» – «Клопомор». Спектакль о нашей современной жизни в постановке Людмилы Рашкован. В главных ролях – Алексей Агапов, Оксана Тимановская, Лариса Горбатова. В музее Александра Николаевича Скрябина – новая экспозиция из цикла «Встречи с Серебряным веком русской культуры». Русское искусство конца XIX – начало XX веков. Работы Серова, Петрова Водкина, Маковского, Родченко и других художников-современников Скрябина. Телеканал «Культура» приглашает юных музыкантов до 14 лет принять участие в пятом международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Конкурс проводится по четырем специальностям – фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты. Подробности на нашем сайте и по телефону 780-56-61. Срок подачи заявок до 15 августа 2004 года. Конкурс «Щелкунчик» – ступень к вершинам славы. Телеканал «Культура» и благотворительный фонд Галины Улановой представляют. 16 мая в Большом театре состоится гала-концерт в честь Галины Улановой. В программе фрагменты спектаклей из репертуара великой балерины с участием звезд российского балета. Телеверсия только на канале «Культура». Следите за нашей программой. Скажите, Отец Святой, разве можно такому человеку бесчестить землю? А чёрт есть и чёрта нет. А чёрт возьми, что бы я сделал с тем, кто первый выдумал Бога? На телеканале «Культура» экранизация романа Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». А вот с тем и оставайтесь на память, что вы-то у меня ручку целовали, а я у вас нет. Как вы меня учили, Бога нет и всё дозволено. В крови отца моего я не виновен. Как у вас тут всё глупо. Фильм Ивана Пыльева. Говорилось, редакторами, цензорами, мы победили в войне, а у вас сплошные какие-то неустроенные судьбы. Наш лёд огонь смертельный. Он поставил фильм, ставший классикой нашего кино, незабываемый «Белорусский вокзал». А более 20 лет назад он ушёл из кинорежиссуры. Я снял 4 картины, и ни одна из этих картин не вышла на экран такой, какой я её сделал. Андрей Смирнов в ток-шоу «Линия жизни». «Если надо по художеству снять сцену в сортире, то настоящий художник снимет её, и это будет искусством. Нету ни запретных тем, и не может быть». «И что же будем делать?» «Илёша, мне не 17, мне 30 скоро. Всё не так легко даётся». На телеканале «Культура» мелодрама Андрея Смирнова. «Я знаю. Ты о ней думаешь, у тебя совесть мучит». «Семь лет, Саша. Куда их денешь?» «Что ж ты хочешь? Чтоб я мужа от жены увела? И её же пожалела». «Ну, дураки-то, прости господи. Чего выявить-то?» «Выходит, тебе мало что любят. Тебе важно, чтобы любили по твоим правилам». «Осень». «Когда художник пишет картину, то пишет не его рука, не его краски, не его кисть даже. Всё-таки, я прошу прощения за немодные предприятия, всё-таки пишет его душа». К 60-летию Льва Додина. Смотрите в пятницу вечером программу «Разговоры в Антракте». Телеканал «Культура» и благотворительный фонд Галины Улановой представляют. 16 мая. В Большом театре состоится гала-концерт в честь Галины Улановой. В программе фрагменты спектаклей из репертуара великой балерины с участием звезд российского балета. Телеверсия только на канале «Культура». Следите за нашей программой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова